Вот вы знаете, есть такая хорошая русская пословица Заставь дурака Богу молиться, он и не помолится и лоб расшибет В данном случае имеется ввиду, что чрезмерное необдуманное старание иногда идет даже во вред К чему я об этом заговорил, а дело в том, что накануне весь мир отмечал День Святого Валентина Или День Всех Влюбленных, так этот праздник еще называют И вот, значит, Государственный ТАСС, главное информационное агентство страны на минуточку Выдали по этому поводу на гора какую-то совершенно абсурдную статью Вот она, точнее, выдержка из нее Празднование Дня Святого Валентина пришло к нам с Запада И оно не имеет ничего общего с практикой традиционных религиозных конфессий России Короче, суть этого набора букв в праздник неправильный Потому что заморский, поэтому радоваться Валентинову Дню не стоит Равно, как и отмечать его в общем Какая гадость это, ваша заливная рыба Вот он, яркий пример мудрой русской пословицы Сейчас остановимся на нам подробнее Это реальная журналистика, говорю, заставь дурака Вот это пусть и будет темой сегодняшнего выпуска Поехали! Ладно, давайте без стеба А ведь парадокс заключается в том, что День Влюбленных это даже не праздник По большому-то счету он не является государственным ни в одной стране мира церковным Кстати, так же не является В этот день не принято ходить в церковь, больше скажу до сих пор Ни в одной из религий не нашлось подтверждения, что Святой Валентин в принципе существовал Тогда что это? Да это скорее символическая дата, которую придумали сами люди День, когда влюбленные или семейные пары вспоминают о том, что они друг у друга есть Вспоминают о такой штуке, как романтика Дают по этому поводу друг другу подарки Ходят в кино, в рестораны Да просто получают удовольствие вдвоем от себя От своих отношений Мы, например, с женой вчера по бокалу шампанского выпили Потом посмотрели прекрасную и теплую комедию Семьянин 2000 года с Николасом Кейджем Ещё раз, это просто что-то личное, семейное, интимное Если хотите, это день, который два любящих человека посвящают друг другу Вот и всё Да, праздник придумали не у нас Наверное, потому что там такого количества красных дней календаря нет, как в России В тех же США День независимости, День благодарения, Рождество Вот и все их праздники Но людям-то всё равно иной раз хочется отвлечься от повседневных будней Расслабиться, выдохнуть, провести время с близкими, как сказал выше По той же причине, думаю, оно и у нас прижилось однажды Но для безголовой российской пропаганды это ж повод выпрыгнуть из трусов повыше Лизнуть поглубже А кому? Зачем? 2024 год в России объявлен годом семьи Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин Президент России Владимир Путин постановил провести в России год семьи в будущем году Указ подписан в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи И сохранения традиционных семейных ценностей Знаешь, звучит как ахренная идея! Недаром сейчас эту нарезку показал Просто хотел напомнить, что текущий 2024 год в России объявлен годом семьи Но это ещё не всё Напомню также, что на протяжении длительного времени Года, может быть даже больше, на федеральном уровне Читай по отмашке из Кремля В массы активно продвигают повестку о повышении рождаемости Из каждого утюга нам кричат ребята Создавайте семьи, рожайте больше детей Это теперь чуть ли не национальная идея у нас такая Вспомним, что и в русских семьях у многих наших бабушек, прабабушек Детей было и по семьи, и по восемь, и того больше человек Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать Ну вот, бездарные пропагандисты в очередной раз доказали, что они бездарные и глупые До кучи как можно На фоне всего этого, на фоне года семьи На фоне призывов рожать Повторюсь, взять и тупо облить помоями Такую благодатную тему, как день влюблённых Тут ведь даже придумывать ничего не нужно Всё за вас уже придумали Просто возьми идею и используй с выгодой для себя Нет Зачем мы какую-то ахинею лучше напишем Саву на глобус натянем Давайте тогда просто всех влюблённых Вы на агенты сразу записывать А чё? Уж гадить, так гадить по полной Только вот гадят-то эти недотёпы Своим же начальникам и своей стране Не так? По-моему, ответ очевиден Во всём виноват Алексей Навальный Да и аргументов у государства в этом плане И так-то кот наплакал Поправьте меня, если я ошибаюсь Давайте по основным пробежимся Поддержка молодых семей Мимо Вопросы с жильём Мимо Выплаты детских пособий Опять мимо Копейки какие-то платят Про цены в магазинах вообще говорить не хочется Как в таких условиях? Можно убедить особенно молодёжь Плодиться и размножаться Семьи какие-то создавать В рамках работы межракционной группы мужа провели анализ софинансирования жилья для молодых семей Только 23% семей могут получить выплаты в ближайшие два года Распространите среди жильцов вашего ЖЭКа Вот, пожалуйста, 23% семей всего Могут рассчитывать на какую-то помощь от государства при покупке того же жилья в текущей парадигме И то не сейчас, не сразу, а в перспективе через 2-3 года может быть Остальным что делать? Крыша над головой, это ведь очень важно Куда он своего ребёнка понесёт из роддома? К маме с папой? В двухкомнатную клетушку в Чертаново? А второго? А третьего туда же? И что они там в семером в этой двушке делать будут? Толкаться, как в тюремной камере? Про нехватку детских садов и школ уже, в принципе, язык стёр рассказывать Вот только больше их всё равно не становится Аккуратнее только, пожалуйста Детишки, здесь у нас игровая и столовая Здесь вот у нас столы стояли Людмила Збраилова показывает своё бывшее место работы 20 с лишним лет назад она была няней в этом детском саду Её дети ходили сюда Ведомственный сад номер 57 Улыбка, гордость посёлка Его передали в район и закрыли Точнее, детей и воспитателей здесь больше нет Провода унесли Канализационные трубы выкопали Здание треснуло На стенах не осталось даже названия Но оно есть на сайте Министерства образования Ростовской области Нет, можно, конечно, было бы рассказать сказку Мол, ничего страшного Пока с детским садом вопрос не решён Почему бы дедушке или бабушке С детьми не посидеть Если бы я был пропагандистом То, наверное, так бы и поступил Вот только и здесь засада А в 2018 году планку пенсионного возраста подняли Кто забыл, я напоминаю И моей, например, тёще Которой на момент рождения внучки было 57 До выхода на заслуженный отдых Даже сейчас Трубить ещё год с лишним Ну, то есть посидеть с ребёнком у неё в принципе не получается Потому что дети берутся не в богатых квартирах Дети берутся на голове в первую очередь Дети рождаются в голове И если молодые люди хотят и видели пример счастливой многодетной семьи То у них не будет сомнений Сколько иметь детей в семье Это чё за пояс Правда? Серьёзно? Да нет Потому что, к сожалению, в головах Особенно в головах представителей власти Таких как член Совета Федерации Павлова Вы её только что видели Так вот, в их головах чаще всего рождаются измышлизмы, слухи и домыслы Ну, потому что все вот эти вот депутаты А тем более чиновники Они имеют весьма смутное представление реальности О том, чем на самом деле живут люди Они же информацию-то получают в искажённом виде Из отчётов Да, тех же пропагандистов вроде ТАС У которых всё хорошо Нам нужно лишь 14 февраля запретить И сразу всё наладится Боже, какая шутка К тому же ориентируются они не на своих избирателей А на кого? Правильно На своих начальников, которые находятся от народа ещё дальше Основная задача российского госслужащего в нынешних реалиях Показать наверху свою преданность Всё Больше ничего не надо Ну, дабы за примерами далеко не ходить Вчерашний Татарстан, пожалуйста Похвастаться вам, как Валентина в день отметили там Автопробегом мы любим Путина Знаете, вот мне иногда пишут Ты не любишь родину Причём я обратил внимание Что пишут такую чушь, люди, которые ни одной моей программы не видели Такие вообще выводы делают исключительно на основе заголовков Аа, не читал, но осуждаю И меня на самом деле он и уже даже подбешивать начинает Что значит, я не люблю родину Вот есть конкретный факт Россия вымирает Опять вчера об этом писали Причём вымираем мы с катастрофической скоростью Я, как журналист, бью тревогу Кричу уже не в первом выпуске Надо спасать ситуацию И даже указываю на слабые места Являющиеся первопричиной демографического кризиса данного А вот она несёт ахинею А она, это депутат Госдумы Аид Колова Послушайте просто Если посмотрите эти группы, которые есть ВКонтакте То есть там очень тонкая грань между child-free То есть желанием не иметь семей, не иметь детей И child-hate, да Когда говорят, убивайте своих детей То есть я вот, честно, посмотрев эти сайты Я понимаю, что они предназначены как раз Наш законопроект о защите детей от информации Наносящей вред их здоровью и развитию Я понимаю, что действительно Вот формирование общественного мнения ребёнка, подростков Идёт через мемы, через какие-то весёлые картинки То есть это надо увидеть Мемы, оказывается, виноваты в том кризисе Ага, ещё марсиане и клык-клык, грум-бум-без Блин, то есть человек даже не пытается сделать вид Будто собирается разобраться в проблеме Просто пургу несёт Дабы оправдать свой бестолковый законопроект О запрете этих самых мемов Ну а она патриот, а я вот ведь её родину не люблю, оказывается Ладно Продолжить предлагаю уже в следующем выпуске Время Это была реальная журналистика сегодня Вот так Подписывайтесь на канал Лайки, репосты приветствуются Оно помогает по движению видео В соцсетях тоже жду В друзья добавляйте темы, предлагайте Поднимем, обсудим Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok